Всем привет! Компания Netflix, переживающая сейчас далеко не самые легкие времена, уже давно была известна своей политикой продвижения повестки, так называемого за рубежом воукизма, ну короче всех этих современных тенденций и веяний. Но знаете что, видимо когда дело доходит до денег, все новомодные заморочки отправляются в топку, ведь столкнувшись с реальным тяжелым кризисом, возможно самым сложным за последние десятилетия для нее, компания срочно старается избавиться от всего того мусорного багажа, что эти парни сами же себе взгромоздили. Так что, как оказалось, буквально на днях Netflix отменяет одну из главных своих гордостей сериала команде супергероев ЛГБТ. Еще недавно Netflix изо всех сил гордился таким своим детищем, а вот теперь вдруг пустил под нож. И так и хочется задать вопрос, а что вдруг случилось парни? Давайте разбираться. А прежде чем продолжить, хочу порекомендовать вариант, как можно очень неслабо сэкономить на всевозможных сервисах, играх, программах и прочем. Это сайт GGSell. К примеру, возьмем VPN. Сейчас это актуальная тема, чтобы гарантировать себе свободу в сети и безопасность. Но большинство бесплатных вариантов не слишком блещут, и тут на выручку приходит GGSell, где можно за символические деньги получить аккаунты или подписки на все известные и проверенные VPN сервисы. Причем выбор тут действительно огромный, а цены начинаются с практически бесплатных вариантов. Все проверено и абсолютно безопасно, а ссылка уже ждет в описании. И да, конечно, нужно признать, что на протяжении последних лет Netflix пережил, так сказать, стучные времена. В компании все было хорошо, дела шли в гору, особенно начиная с 2020, когда полмира засела по своим домам. Акции стримера резко устремились вверх, как и количество новых пользователей. Вдохновившись таким изобилием, боссы Netflix решили, что на работу они к себе набирают теперь только условных звезд, предлагая им зарплату в 2-3, а то и 4 раза выше, чем в целом на рынке труда. Ну и эти самые звезды, в том числе, целыми пачками клепали сериалы и фильмы, наводненные, тошнотворные повестка и всем прочим. Которые мало кто смотрел, а рейтинги их летели вниз, то есть по сути это было просто сливание бабла. Но как мы узнали теперь, боссы Netflix считали на тот момент, что они могут себе такое позволить ради того, чтобы создать для компании, так сказать, правильный имидж и все в этом роде. Именно таким образом появился и сериал Q-Force или Отряд К. Еще в 2019 году весной платформа заказала 10 серий проекта о суперкоманде ЛГБТ-разведчиков. Звучит довольно бредово, да, согласен, но причем, как мне кажется, бред этот даже еще более обидный для самих представителей ЛГБТ-сообщества, потому что здесь их показывают как каких-то чуть ли не экземпляров из зоопарка. Но при этом ребятам из Netflix, как и авторам сериала, в первую очередь его шоураннеру Гайблу Лидману, такая идея показалась просто гениальной, так что дело тронулось с мертвой точки. Суть же самого проекта заключается в том, что этот сериал о группе недооцененных супершпионов ЛГБТ сосредоточен на секретном агенте геи, который похож на Джеймса Бонда по имени Стив Мэри Уэзер, также известный как Агент Мэри. Данный чувак был лучшим в своей академии или где он там учился, но потом, о ужас, после признания своей ориентации, злой усатый дядька тут же списал красавца Мэри на задворки, а вместо него выдвинул на первый план тупого, нарочито волосатого маскулинного быдлона, который, видимо, по мнению авторов и должен символизировать всех не ЛГБТ-мужчин по имени Рик Бак, его, кстати, озвучил Дэвид Харбор. После произошедшего бедняга Мэри уезжает в западный Голливуд, где собирает себе ЛГБТ-команду, состоящую из странной чувихи хакера, бодипозитивной темнокожей лесбиянки и трансвестита. И вот это явно нарочитое сборище клоунов, заметьте, это не моя трактовка, а то, как их на самом деле преподносят нам авторы шоу, короче говоря, вся эта шарага сидит себе без дела 10 лет, аж пока наш Мэри решает, что время действовать. Я не буду сейчас пересказывать вам весь сюжет этого бреда, который растянут ни много ни мало аж на 10 эпизодов. По факту уже у авторов сериала, которые типа хотели сделать что-то такое новомодное и прогрессивное, получилось высмеивание самих ЛГБТ. И об этом трубили, кстати, вовсю не только критики, которые дали всего 20% из 100 новому творению, но также и люди, поставившие под первым тизером Q-Force более 114 тысяч дизлайков на жалких 9 тысяч пальцев вверх. То есть в целом рейтинг одобрения был равен 8%, что, конечно, впечатляет. Так вот, сами люди, в том числе и из ЛГБТ-сообщества писали, что данный сериал это оскорбление им же, ведь он показывает представителей меньшинств с самой гребанной стереотипной зашоренной стороны, пользуясь штампами, которые играют против, но уж точно не за сексуальные меньшинства. В общем, что мы в итоге узнали теперь? А теперь мы узнали, что, о ужас, как ни странно, после первого же сезона компания Netflix вдруг взяла, да и отменила свой супер-прогрессивный сериал к чертовой матери. Ведь, как со скорбью написали некоторые англоязычные издания, Q-Force это еще один из анимационных проектов, который был отменен Netflix. На самом деле, одним из отделов, который больше всего пострадал от отмен компании, является именно отдел анимации, и вот, как пишут издания, к сожалению, отряд К стал легкой мишенью для отмены потоковой платформой. Десяти серийный первый сезон вышел на Netflix в сентябре 2021-го, один из сценаристов шоу Мэтт Роджерс сообщил об отмене шоу в подкасте еще в мае, однако теперь было подтверждено, что сериал уже точно не вернется. И вот одна из основных причин, официальных причин, по которой данное шоу Netflix было так легко отменено, заключается в том, что потоковая платформа якобы отказывается от своих анимационных сериалов для взрослых. Но на самом деле мы все прекрасно понимаем, что просто-напросто в сложившейся сложной ситуации боссы платформы судорожно теперь стараются менять правила игры и спасать свое детище в целом. И если раньше, когда акции стримера стоили почти 700 баксов, Netflix мог себе позволить клепать стрёмные сериальчики явно в убыток просто, для того, чтобы выглядеть в своих же глазах лучше, то когда теперь акции компании стоят сильно меньше 200 долларов, а общая стоимость стримера рухнула на 70%, такой возможности у этих парней больше нет. Да и что там говорить, если Q-Force это в самом деле отборная лютая шняга, которую загнобили даже, кстати, за рубежом. Ведь после двух лет разработки данного шедевра и его выхода в сентябре прошлого года, зрители, да и критики увидели такую хрень, что последние, как это ни странно в подобных случаях, отдали сериалу лишь жалких 20% одобрения из 100%, что опустило его ниже плинтуса. Зрители же были изначально более лояльными, хотя они менее строгими, дав менее 40%, если быть более точным, то 39% команде К, все это на гнилых помидорах. Но потом произошло то же чудо, что случилось на IMDb через какое-то время после выхода сериала о черной Анне Болейн. Вдруг рейтинг шоу стал резко расти, и то ли положительные оценки посыпались как из рога изобилия, то ли негативные отзывы решили вдруг не учитывать, но на момент создания данного видео рейтинг шняги от Netflix уже перевалил за 70%, что ставит данный сериал в один ряд с очень даже приличными шоу, которые в самом деле нравятся публике. Более того, авторы Q-Force тут же заорали, что они хотят продолжения банкета, и что у них есть планы, ни много ни мало, аж на 5 сезонов. Вообще, изначально шоураннеры проекта Хейс и Миллинер, по их словам, долгое время обдумывали идею сериала, Миллинер назвал шпионский телесериал трудным для осознания, а Хейс сказал, что они думают, как создать такой сериал и анимировать его, имея при этом забавные части фильмов о Джеймсе Бонде. К слову, нужно сказать, что после первого тизера негативная реакция на него была столь сильной, что часть команды, работавшей над созданием проекта, даже заблокировала свои аккаунты в соцсетях. Плюс, сразу после выхода отряда пресса, зарубежная, нужно отметить, то есть более чем лояльная и изначально положительно настроенная ко всему, что хоть как-то затрагивает тематику ЛГБТ, во многом разнесла проект. То есть уже тогда было понятно, что отряд Ка это просто тупая шняга и выброшенные на ветер деньги. Но нет, Netflix не остановились, и до недавнего времени этот сериал числился в разряде тех, которые ожидают своего продолжения. То есть ни реакция зрителей, ни оценки прессы и критиков, ничего не убедило компанию завязывать. И лишь сейчас, когда дела у них стали действительно плохи, Netflix вдруг реально взялся за ум. А кстати, насчет плохих дел, это не фигура речи, ведь вы, наверное, уже знаете, что внутри Netflix бушует шквал увольнений, и в последнее время ходила информация, что после недавней чистки рядов, теперь, так сказать, под нож бигбоссы хотят отправить еще чуть ли не три сотни позиций, уволив 300 человек. Так что да, у них там в самом деле все очень нерадужно, но, к сожалению, лишь такое отчаянное положение вещей в итоге смогло привести к тому, что представители компании начали отказываться от продуцируемого имиджа шлака вроде отряда К. Как мне кажется, если бы подобные решения не принимали по собственной воле и без давления возможного краха, а пока все у них было неплохо, то возможно, не точно, конечно, но возможно, все так и оставалось бы. Но, увы, есть что есть. Что же касается злосчастного отряда Като, возможно, вы не в курсе, но его авторы создавали, как они считали, не что иное, как чуть ли не ЛГБТшного Джеймса Бонда, да-да. И тут, как по мне, очень ярко проявились в том числе и двойные стандарты Нетфликса. Ведь, с одной стороны, компания постоянно была на волне современных тенденций и тренда борьбы с франшизами типа Джеймса Бонда. Вот только у меня вопрос, если тот же Джеймс Бонд такой маскулинный, токсичный и стереотипный чувак, так может вы просто отстанете от него и создадите что-то свое, не своего агента 007, а вот совсем собственное новое. Но нет, проще взять уже существующую и популярную историю и начать ее переламывать под себя. Просто попытавшись привязать ЛГБТ-повестку и на этой волне надеясь что-то спереть из бессмертного оригинала и типа красиво выступить. Согласитесь, что где-то в этой логике явно идет тотальный сбой, итоги которого прямо сейчас очень красочно демонстрирует динамика стоимости акций Нетфликса. И если раньше, еще осенью 21-го года мы обозревая ситуацию с отрядом К, говорили в конце, что Нетфликс в своем репертуаре и непонятно куда компанию заведет такая их политика, то теперь 9 месяцев спустя уже понятно куда все привело. Нет, я не злорадствую, честно, наоборот, искренне хотелось бы, чтобы Нетфликс начал создавать что-то реально крутое, тем более, что потенциал у них огромный. Вот только пока что, увы, чтобы принимать правильные решения, компании почему-то нужно непременно оказаться на краю пропасти. Что ж, посмотрим, что будет происходить с Нетфликсом и их проектами дальше. На сегодня же мы заканчиваем. Пишите, как вам такие новости, ставьте пальцы вверх и не забывайте подписываться на наш канал. Спасибо всем за просмотр и всем пока!